Всем привет! На канале CryptoComments мы начинаем наш крипто-обзор. Что у нас на экране? Ага, график BitcoinRub. Я не знаю, кстати, по какой причине он открылся. Я его не открывал, но, видимо, это божье провидение. Давно мы на него не смотрели. BitcoinRub. Что мы видим? Вернулся на свою макро-трендовую. Огромный гигантский пузырь с тремя вершинами у нас сдулся. И вернулся, собственно, в накопительный канал. Будем так его называть. И, на мой взгляд, очень интересно сейчас выглядит. Именно эта пара BitcoinRub. Тем более, что на дневном таймфрейме у нас с вами вот здесь отсигналила желтая точка. И мы еще даже не вернулись на этот уровень. То есть, вот предыдущая желтая точка отсигналила идеально на хороший рост. Сейчас, похоже, что мы тоже увидим что-то вот такое, как минимум. А там будем смотреть. Но обычно мы смотрим BitcoinDollar. Поэтому давайте переходим на BitcoinDollar. И если вам нравится крипто-контент, не забудьте поставить лайк. И подписаться на наш канал, конечно же, и нажать на колокольчик. BitcoinUSDT. Итак, BitcoinUSDT. Что мы видим? На дневном таймфрейме мы все еще сражаемся с сеткой AMA Ribbon. Никак не можем ее пробить. Но если вы посмотрите поближе, подетальнее, то мы здесь видим, что есть уже у нас некоторые успехи в этом деле. Смотрите. Во-первых, у нас образуется, зарождается, можно сказать, параболическая структура, которую мы все еще не пробили. Во-вторых, у сетки AMA Ribbon нижние струнки уже потихонечку начинают перекрещиваться. Нижние желтые мувинги, как вы можете видеть, более краткосрочные мувинги начинают пересекать верхние. И в какой-то момент, если цена продолжит восходящее движение, то, соответственно, эти мувинги перекрестятся, и мы подтвердим бычий тренд. Чего, собственно, сейчас я и ожидаю. И еще хочу вам сказать, что в нашем Телеграм-канале, на который обязательно вы должны быть подписаны, проверьте подписочку на наш Телеграм-канал, только что я сделал пост. Можно сказать, торговый сигнал. Я не люблю, правда, это словосочетание, но, по крайней мере, у нас все бесплатное, все сигналы, весь контент бесплатный, мы никого на деньги не разводим. По Bitcoin Cash я увидел вот такую формацию. Поэтому обязательно подпишитесь на наш Телеграм и на наш Твиттер тоже, чтобы не пропускать эту инфу, потому что такие сигналы выходят быстрее в Телеге, чем в Ютубе, сами понимаете. По Bitcoin Cash я увидел очень интересную точку, где он сейчас, и на Femex у меня на нем лонг, я частично разгрузил вот здесь, на этом пампе, и сейчас снова догрузился вот на этой точке. Почему? Да потому что, смотрите, у нас тут совпала линия экспоненциальной поддержки, да, мы прямо сейчас ее тестим, с горизонтальным предыдущим сопротивлением, которое сейчас мы потенциально удержим в виде поддержки. Может быть еще, конечно, один сквиз, может быть сквиз, или может вообще все это сдуется и пойдет по другому сценарию, но если мы ее удержим, то первые цели, вот я обозначил для меня, это диапазон 175-225 долларов за монету, то есть, грубо говоря, средняя цена 200 долларов за монету, это для меня следующая цель, то есть возврат вот в этот коридор, как вы можете видеть на графике. Вот, поэтому, если вам нравятся такие алерты, дайте знать, пожалуйста, в комментариях и в телеге под этим постом. Если вы хотите больше таких торговых, кавычки открываются, сигналов, кавычки закрываются, сами понимаете, дисклеймер, никто не знает будущего, ни одна платная випка, это все разводы вообще, никто вам точно не скажет, куда пойдет цена. Но если использовать механизм «если то», то мы здесь понимаем, если это пробивается наверх, то тут следующая цель – это там 1,5-2 икса, если вниз, то окей, можно пошортить или подождать, пока это развернется. Вот, если вам нравится такой вид контента, обязательно дайте знать, дайте обратную связь, и мы будем его делать для вас в будущем. Вот, что еще здесь видно? По Candle Wave у нас все еще горит покупка, не перекрытая продажей, это уже третья покупка вот в этом ряду, и очень сильный кластер покупателей здесь мы видим в районе 20 тысяч за биткоин, поэтому я все еще думаю, что мы увидим вот такое движение плюс-минус очень скоро. Это то, чего я ожидаю. По моим позициям мне пришлось подразгрузиться. Я очень неплохо, на самом деле, на этом отскоке зафиксировал прибыль, чего я вам желаю, и вывел биткоины с биржи. Поэтому сейчас торгую вот на остаток. По эфиру стою, взял снова лонг на пробой от этой зоны, но не уверен, что это правильное решение, потому что эфир, в отличие от биткэша, еще не спустился на ретест предыдущего сопротивления в районе 1300 долларов. Спустится ли он туда? Не знаю. Можно считать вот тут, что он спускался, да? В таком случае, может быть, он не спустится уже, может быть, это тоже параболическая история начинается локальная по эфиру. В таком случае мы находимся также на ее ретесте сейчас. И если это пробивается наверх, ребята, то 2200, следующая цель по эфиру, ну так консервативно, 1800-2200, вот этот коридор. Короче, 2000 за эфир, я думаю, мы увидим, а там, где 2, там уже рядом и 2800, и 3, понимаете, на шорт-сквизах. Так что могут быть сейчас очень интересные у нас события с вами по эфиру в ближайшем будущем. Перед переходом на Proof of Stake, я думаю, что его могут очень неплохо накачать ликвидностью и потом только начать уже плавно дампить, когда все зайдут в стейк. Сейчас же все будут покупать эфиры, понимаете, всем нужно 32 эфира, чтобы перейти на POS, создать свою ноду. И следующий коридор это уже будет 3000 а-ля 4000 по эфиру, то есть возврат к его средним значениям вполне себе рабочий вариант. Но все это, еще раз говорю, ребята, рост не бывает просто вот такой, бывает, но редко. Он обычно идет с квизами, пампами, дампами, поэтому готовьтесь к волатильности, к усилению волатильности и не дайте себя облапожить этой волатильностью. По BitDAO, кстати, очень интересно он себя ведет, посмотрите, он вообще особо не корректировался со всеми монетами сейчас. Он стоит и поджимается вот к этому уровню, похоже на восходящий треугольник. Напоминаю, что BitDAO можно торговать на бирже Bybit, ссылка на который в описании, с крышесносными бонусами. И видеоурок по ней сейчас у вас появится сверху, вот там посмотрите обязательно, как правильно торговать на этой бирже все функции от А до Я за меньше, чем за 10 минут. Вот, тем не менее, BitDAO еще не спускался на ретест, опять же, своего предыдущего сопротивления. Если он это сделает, то это будет уровень 0.59, но сейчас мы удерживаем уровень 0.69 и следующие цели, глобально, если мы пойдем наверх, там доллар с чем-то, это ближайшая цель закрыть вот это все падение. Потому что BitDAO, я напоминаю вам, очень давно падает уже, ему пора бы как бы хотя бы скорректировать часть своего падения. Вот у нас была тут сильная проторговка, это уровень 2-2,5 доллара. Как вариант, туда мы можем в какой-то момент дойти, но не сразу, естественно, скорее всего, через вот этот вот коридор. Уровень там доллар 30, доллар 60. Вот что-то такое, я думаю, имеет смысл ожидать по BitDAO и возможно вот туда, в случае, конечно, развития лонгового сценария. Вот, ну и специально для дашанутых, че, я держу позицию по дэшу, несмотря на то, что я разгрузил большую часть, я снова добираю на этих уровнях. Потому что, посмотрите, что мы видим по дэшу, он особо еще даже никуда не начал расти. Он как раз сейчас находится, как и Bitcoin Cash, на ретесте предыдущего сопротивления, как поддержки, как потенциальной поддержки, как вы можете видеть, и также в зарождающейся параболической структуре. Если он сейчас отпрыгивает и летит наверх, ребята, я даже не знаю, какие там следующие цели, но могу вам просто сказать, что дэшу очень легко удаются пампы, там, на 75, на 100% за 15-минутную свечку, за одну. Почему? Поскольку его очень легко пампить, поскольку очень мало монет в обращении. Вот те 10 миллионов монет, что всего существует, из них 5 миллионов залочено в мастер-нодах. Поэтому реально весь дэш у биржи на руках, у их маркетмейкеров, и технически он абсолютно готов к пампу. То есть, чтобы его запампить, усилий вообще никаких не представляет это сделать маркетмейкером, которые работают на бирже. И, ребята, если вы думаете, что биржа хочет продавать вам дешевый дэш, то вы ошибаетесь. Скажите спасибо ей, что она сейчас это делает. Но в итоге они сейчас его не продают, они его накапливают с ликвидацией лонгов, понимаете? И дальше они будут его продавать гораздо дороже, когда мы увидим шорт-сквизы, и побегут снова хомяки в него покупать дэш. Вот там мы посмотрим, докуда будут шорт-сквизы, но я думаю, что продавать они будут его точно не ниже, чем 200-300, а то и пару тысяч долларов. И это всего лишь мои догадки, друзья, мои хотелки. Это вообще всего лишь развлекательный, позитивный контент, поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Напоминаю вам, что мы по индексу альтсезона движемся в сторону альтсезона, при том, что за последние 90 дней у нас с вами очень много монет находится в мега перепроданных значениях, то есть с хорошими скидками. За памплены все еще только Эфир Классик, Юни, XCN, QNT и Tron, ну и то Tron по нулям, считай. Все остальное задамплено за 3 месяца. BTC минус 37%, вон остальные альты там еще хуже. NIR минус 62%, AVAX минус 59%. Короче говоря, есть куда расти с точки зрения скидок, очень хорошие значения. Люди активно шортят, вон на 5 минутках мы видим 60 на 40, 60% на 40 сейчас в данный момент шортят. На 30 минутках немного больше шортов, на 4-х часовике немного больше шортов. За сутки 50-50. Ну, это, по крайней мере, честная статистика Coin Glass. За 11 часов 51% шортов. Так что, резюмируя это видео, господа, я думаю, что мы имеем дело с обычной медвежьей ловушкой. Сейчас вот здесь вот с локальной медвежьей ловушкой, внутри более глобальной медвежьей ловушки, внутри еще более глобальной огромной медвежьей ловушки. То есть такая матрешка медвежьих ловушек. Потому что глобально, вы же понимаете, что биткоин трендится наверх. И это вопрос времени, пока он продолжит свой основной тренд. И судя по тому, что мы падали уже больше, чем полгода, и видели просто сногсшибательную коррекцию, я думаю, что пора бы уже и разворачиваться. Тем более, посмотрите на объемы. Объемы – это ключ всегда. Посмотрите, какие разворотные объемы на Binance. Последний раз такие разворотные объемы были даже меньше. И на Corona Dump, и на промежуточном пике предыдущего цикла, 14K. На вот этом вот дне. И сейчас, ребята, такой всплеск объемов – это разворотная история. На зеленой точке, на P-cycle bottom. Короче, сейчас не дайте себя дурачить. Сейчас просто многие будут выпрыгивать с рынка с минимальной прибылью, или даже крыть убытки. И мы просто возьмем и начнем лететь. Поэтому, я думаю, вот так вот. Напишите, как думаете вы. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитролей. И сейчас покажу вам, где я, и что у меня происходит вообще. Кому интересно, останьтесь. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так и у нас с вами на рынке, господа. Приливы. И отливы. Закаты. И расцветы. Самое главное, конечно, плыть по течению, чего не всегда удается, мягко говоря. Но мы учимся с вами постоянно на своих ошибках. На чужих, конечно, очень сложно учиться. Только на своих получается. Ну, смотрите, какие волны. Вот они вот там вот бьются. Бьются они вот об эти параллельные волнорезы. А там вдалеке остров Мусапинида, на который прямо сейчас мы отправляемся на скоростном пароме. Так что буду заканчивать это короткое видео и погоню в форт. Будьте осторожны, ребята. Всем хорошего дня. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Все ссылки в описании. Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.